Практическая психология Как это время неопределённости породило, наверное, какой-то новый инструмент, новую возможность для всех, кто практикует так или иначе или будет практиковать письменные практики. Давайте разберёмся, что такое письменные практики и почему вы вообще пришли именно в это направление, такой самопомощи или самоподдержки, можно так сказать. Письменные практики — это одно из направлений, которыми я занимаюсь, и это стало в своё время. Я сама увлеклась ими. Это такой формат, когда выписываешь свои мысли на бумагу, но при этом делаешь это структурированно, то есть отвечая на вопросы, выполняя какие-то задания, составляя определённые списки. И когда я ими увлеклась, я поняла, что это очень интересный инструмент. Я увидела, что мои хорошие знакомые, у них своё домашнее издательство, и они как раз пропагандируют эти письменные практики. Это домашнее издательство «Скребейка. Ребята живут в Крыму». И они ищут ведущих в свою команду в разных городах. После этого я решила поучаствовать в этом проекте. И вот сейчас уже четвёртый год я являюсь частью этой большой команды и веду письменные практики в Кирове. И это стало такое, скажем, хобби, которое перешло в целое направление. И это хобби, подкреплённые дипломы, потому что у меня как раз есть сертификат коуча. Правильно ли я понимаю, что это вообще целая сеть такая? То есть в разных городах есть специалисты, которые встречаются группами с людьми, которые желают, желают и могут заниматься письменными практиками. Да, вообще да, но я думаю, что этим можно и самостоятельно заниматься. Но у нас просто мне интереснее, когда ты работаешь в какой-то большой команде, и есть вот такая поддержка со стороны других специалистов, и есть какие-то, так вот скажем, общие поля, в котором рождаются общие интересные идеи и мысли. В чём польза вот этих письменных практик? Мне очень понравилось, где-то я услышала, что письменные практики — это как ботинок, они тоже оставляют след. И вот письменные практики — это такая возможность оставить след о своих мыслях, о своих состояниях, когда можно через какое-то время вернуться к этому и перечитать, пересмотреть свои мысли, что-то, может быть, по-новому для себя открыть. Это вот одна из польз. Также письменные практики позволяют структурировать своё мышление, внести ясность, расставить приоритеты, сфокусироваться на чём-то важном для вас. Вообще вот я думаю, что стоит пояснить для слушателей, что такое письменные практики. Это когда вы берёте, ну то есть ничего сложного, это вы берёте лист бумаги, берёте какие-то вопросы или там какую-то струк. Какую-то тему. Да, какую-то тему и выписываете всё, что идёт в голову, или пишете списки чего-то. То есть я думаю, что письменными практиками занимается каждый человек, но он просто не... Не догадывается, что это именно так называется. Не называют это письменными практиками. Лена, а вот давайте попробуем. Вот, например, начало года, да, и какой-то прямо... Одно из вариантов письменных практик вы можете сейчас предложить нашим слушателям? Да, вот как раз начало года люди очень любят составлять разные списки, да, списки желаний и прочее. И существует масса возможностей. Например, письменные практики можно сочетать с какими-то творческими практиками и посмотреть, например, на год с точки зрения какой-то метафоры, описать эту метафору. То есть взять ваш любимый предмет и представить, что это ваш 2021 год. И посмотреть, что в нём есть, какие особенности, чем он вам будет полезен, какие характеристики. Какие у вас ожидания от этого года, да? Какие ожидания, да. Это получается такой вариант для людей творческих. Для людей, которым, наоборот, дайте мне логику. Знаете, вообще очень хорошо. Есть такая хорошая практика, которая позволяет, не напрягаясь, составить список 100 желаний. То есть список 100 желаний, да, скажи человеку, что вот тебе лист бумаги, составь список 100 желаний. Это непросто. Это, мне кажется, там на 10-м желании начнут кипеть мозги, у кого-то на 20-м. Вот. А если это разбить на некие кластеры, ну, то есть, например, вместо 100 желаний на чистом листе составить, там, например, 5 желаний, что я хочу увидеть в новом году, следующие 5 желаний, где я хочу побывать, следующие 5 желаний, чему я хочу научиться. И вот разбив, таким образом, эти 100 желаний по 5 желаний на вопросы, вы это составите легко, и вы посмотрите на свою жизнь, на свой Новый год, как раз вот через призму всех этих вопросов, которые вы сами себе зададите. То есть, получается, если просто сесть и начать писать этот список, да, а тут как бы своего рода такие вспомогалочки. Да, то есть такие ступеньки, по которым можно идти и дойти до важных, то есть, и потом вы сами удивитесь, что список составлен, и вы, оказывается, даже не думали, что вот это вы хотите, ну, где-то там оно было, но когда это выписано всё на бумаге, и вы это читаете и можете посмотреть со стороны, можно оценить, а действительно ли это ваше желание, или какие-то из них, они, может быть, ну, вот идут у вас уже на протяжении, да, наносные, или там по инерции вы 5 лет уже об этом мечтаете, и это, может быть, перестало быть для вас актуальным. Или мечтаете и ничего для этого не делаете, да, и вот пришло время, когда ты осознаёшь, что ну, так-то вообще-то пустяковое, да, взять и реализовать именно в этом году. Да, и вот тут можно дальше тоже подключить письменную практику, что когда этот список составлен, выбрать, например, для себя 5 приоритетных целей, а дальше уже по ним составлять умную карту. Умная карта, если кто не знает, это когда, вот, допустим, пишется какое-то слово основное, от него стрелочками остальные понятия, а что для этого надо сделать, а с кем для этого надо переговорить, а чему для этого надо научиться. И получается, что вы, продолжая уже письменные практики немножко в другом формате, вы идёте дальше и прописываете свои желания. И в итоге у вас получается, что при помощи письменных практик вы можете себе очень подробно простроить год. Вообще-то такое интересное, вот я сейчас слушаю тебя, да, и понимаю, что это больше даже, наверное, не с точки зрения психотерапии, да, это с точки зрения именно коучинга. То есть это когда ты на листочке бумаги, у тебя есть желания, у тебя есть шаги, как реализовать эти все желания, ну, или там, там, решить эти задачи, да, то тебе ничего не остаётся делать, как встать, как говорится, и начать это всё делать. Некоторым для того, чтобы что-то делать, не хватает ясности. А когда вы сами себе внесли ясность и прописали, вот, ну, конечно, там могут быть и терапевтическими письменными практиками, то есть там есть свои уже формы, там, например, неотправленные письма, которые вы пишете кому-то, выписывая эмоции, и потом это письмо можно сжечь, порвать, ещё там, не знаю, что-то, ну, то есть не отправлять человеку, но выгрузить эмоции и прожить это всё. То есть варианты тоже есть, но вот я думаю, что то, что касается планирования года, это как раз вот больше такие подходят к коучинговой практике. Скажи мне, пожалуйста, вот когда, вот есть же такое, да, поверье и фраза, что нету, нет на листе бумаги плана, значит, нет у тебя и, как говорится, результат, да? Да, вот с помощью письменных практик можно не только прожилание, можно прямо структурировать каждый день своей жизни. Запросто. И ещё вот как раз хочу сказать, что на фоне прошлого года, когда у многих планы оказались, полетели вообще не в ту сторону, можно же планировать не какие-то конкретные дела, да, там куда-то съездить или что-то, а можно планировать себе при помощи письменных практик состояние, то есть какое состояние я хочу прожить вот в этом году, и уже потом, может быть, вы даже, может быть, жизнь развернётся таким образом, что вы это, ну, найти какие-то варианты, а где и через что я могу это состояние прожить. И может жизнь развернуться таким образом, что план, который вы написали, он, может, не реализовался, да, но состояние вы это прожили в какой-то другой ситуации. Например, состояние отпуска, который не состоялся, да, ну, то есть ты же едешь в отпуск за какими-то эмоциями, и ты эти же самые эмоции можешь получить, не выходя, там, как говорится, за пределы страны, к примеру, да. Да, ну, то есть желание отдохнуть, его же там, или вот это эмоции, что я просыпаюсь утром, как я себя чувствую, это же не обязательно можно всё в другой стране испытать, да. Хорошо. Итак, вот письменные практики, которые тебя сначала увлекали как хобби, да, теперь, я так понимаю, это вообще такая общероссийская такая тенденция, да, во многих городах, и вы друг с другом общаетесь, да, то есть ведущие вот этих программ, этих групп встреч, вы друг с другом постоянно коммуницируете, вы делитесь опытом, вы, может быть, даже решаете какие-то прямо общие такие, да, темы, озвучиваете их. То есть сегодня и в Кирове, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, все, например, девушки, женщины, занимающиеся письменными практиками, проживают тему, там, не знаю, неразделённой любви, или наоборот, там, самой счастливой любви, там, да, образно говоря, и всё это с помощью письменных практик. Да, я правильно понимаю, это не просто чистый лист бумаги и карандаш, это определённые вопросы, это определённая структура, и это даже, может быть, какая-то определённая форма. Например, я очень часто встречаю, там, у девушек обязательно, или у женщин, там, красивые блокноты, в этих блокнотах какие-то списки вопросов, да? Это всё, как бы, часть вот этих коучинговых процессов, и почему всё с каждым разом всё популярнее и популярнее становится? Вот в чём ты думаешь, в чём секрет вот этих письменных практик? Ну, мне кажется, людям интересно что-то новое. То есть сейчас вообще, мне кажется, такой очень большой тренд идёт на самопознание. То есть люди начали больше погружаться в себя и узнавать себя через разные практики. То есть, мне кажется, вот ты даже сама, наверное, замечаешь, что люди больше ходят к психологам, да, чтобы разобраться в каких-то вопросах. Вот письменные практики, это тоже как они попали в этот тренд, тренд самопознания. И почему люди идут на группу, почему они ведь, собственно, могут и дома писать. Но есть такое, то есть чаще всего люди неподготовленные, они не знают, о чём писать. Вот им положили лист, и что дальше? И даже когда они читают, что есть такой формат «Утренняя страница», когда выписываешь мысли, многие просто не знают, с чего начать выписывать эти мысли. Вот как раз одна из основоположников письменных практик в России, Дарья Кутузова, она предлагает такой термин, как «структурированные письмо». То есть это когда человека направляют, ему дают вопросы трамплины, ему дают какие-то схемы, он составляет списки. То есть человек, в общем-то, и сам может это структурированное письмо себе организовать, найти вопросы подходящие, я думаю, в интернете какие-то практики выбрать. Но когда это делает сторонний специалист, и когда из группы единомышленниц, наверное, этим заниматься проще. И интереснее может быть даже, да? Потому что вот как раз меня часто спрашивают, а как эти встречи проходят. Ну если очень схематично сказать, то есть мы собираемся, я заявляю какую-либо тему, приходят те, кому эта тема интересна, а я под эту тему составляю определённый сценарий. То есть я подбираю разные виды структурированных письменных практик, которые укладываются в конвой этой темы, и которые логично дополняют или углубляют друг друга. И включаю ещё какие-то такие творческие и арт-элементы, там, например, метафорические карты, какие-нибудь там элементы рисования, чтобы включить правое полушарие. Потому что когда у человека творческий настрой, у него более ресурсные видения, и он себе может там, ну, больше через эти письменные практики в себе открыть. И в итоге у нас вот такие полтора часа работы, когда я задаю путь определённый, но этот путь каждый проходит сам, потому что такое структурированное, конфиденциальное письмо, потому что то, что люди пишут, это остаётся с ними. То есть это не озвучивается, да? Нет, конечно же, это достаточно искренняя информация, ну, такая честная, искренняя, интимная информация, когда человек разговаривает с собой. С помощью ручки и листа бумаги. Да, с помощью ручки и листа бумаги. Тебя, как специалиста, который ведёт, да, по этому самому пути. Но при этом я не знаю, что конкретно они пишут у себя, и я не предлагаю это никак, ну, то есть я не предлагаю это зачитывать. Я предлагаю, как правило, поделиться какими-то выводами и мыслями, если есть желание. И очень интересно, когда люди делятся, как правило, собираются те, кто на одной волне, и услышать какую-то обратную связь, такую бережную, экологичную обратную связь от других. Вот я думаю, что вот за этим люди идут, потому что вот за эти полтора часа можно принять то решение, которое ты не мог принять полгода, например. Или можно там пересмотреть свою жизнь в каком-то аспекте и вообще резко развернуть её в другую сторону. Ну, то есть это не волшебная таблетка, это вот когда человек начинает погружаться в себя и начинает слышать себя. Очень часто люди просто забивают голову какими-то другими делами, тем более сейчас там то в гаджетах, то там телевизор, то ещё что-то. Ну, то есть и не хватает времени вот на такие честные разговоры с собой. Лена, вот смотри, но не секрет, что мы встречаем в жизни людей, которым вообще не свойственно писать. Да, и, например, я в своей практике встречаю людей, которым говорят, ну, давайте вот вы хотя бы выпишите там, да, там. И человек честно говорит, что нет-нет-нет-нет, только не это. То есть, да, вот поговорить можем, но чтобы там что-то себя заставить чем-то. Вот не каждый способен, да, помочь себе с помощью письменных практик. Ну, да, будем честными. Ко мне приходят люди, например, которые вообще не пишут. Вот они говорят, я там ручку держу очень редко, или там мне непривычно это. Вот, и там два пути. Либо человек, ну, то есть, конечно же, я понимаю, что бывает такое. То есть, и я даже с большим пониманием отношусь, что человеку сложно расписаться. Бывает, что человек, ему сложно, но он так немного расписывается, и ему становится настолько интересно, что он потом приходит ещё и ещё, и уже ему уже это намного проще даётся. А бывает такое, что человек понимает, что это вообще не его история, ну, значит, у него какая-то есть другая история практики самопомощи. Хорошо. Вот какие темы сейчас самые востребованные в письменных практиках? Ну, за последнее время, скажем так, декабрь-январь мы, естественно, подводили итоги года неоднократно, причём была не одна встреча на эту тему. Планировали год разными способами, имея творческих, там спонтанное планирование. Ну, нелогичные планы составляли, там я тоже разные интересные техники подбирала. Вот. Очень актуальная тема вообще жизнь в период неопределённости. Я помню, что когда в прошлом году началась, вот как раз начиналась пандемия, у нас была заявлена на встречу как раз тема отношений с деньгами. Я её перестроила на то, что тема отношений с деньгами в период турбулентности, когда ты не знаешь, что будет, и как вот вообще из этого выйти. Но я тут опять же говорю, что я не обучаю ничему, то есть я не рассказываю, не передаю какой-то свой опыт. Я даю практики, которые помогают человеку что-то отыскать важное в своём личном опыте и выстроить это в понятную схему. Вот. И вот это вот прямо, там была такая интересная тема по поводу денег в период турбулентности. Как вообще вот вы проживали, когда у вас были такие форс-мажоры с деньгами? Как вы это проживали? А как бы вы стали действовать, если бы отменили деньги? Ну, то есть вот такие темы мы там исследовали, и после этого буквально там через день, это ведь важно, насколько человек для себя что возьмёт, не через день, через неделю. Одна из участниц, молодая девочка, которая как раз вот писала, ничем не делилась, просто погрузилась в себя, она мне написала, что она сходила и нашла себе новую подработку с очень хорошим доходом. То есть вот, и прямо так была благодарна, что ей удалось это вот вытащить и понять, в какую сторону двигаться. Ну вот мы как раз в начале самой программы сказали, да, что сейчас рождаются и новые направления, новые взаимодействия, да, возникают, и даже, ну, конечно же, возможности появляются, несмотря на то, что вроде время такое неопределённое. Как, расскажи историю, как у вас возник новый проект, вот прямо в рамках вот этих письменных практик, и тоже это благодаря же вот этому периоду неопределённости. Ну да, отчасти, да, то есть с ведущими письменных практик из других городов мы всю пандемию, то есть, а, кстати, ещё был такой момент, что я давно хотела начать вести вот эти встречи онлайн, но никак не получалось. Ну, то есть не то, чтобы не получалось, а я просто... Всё откладывали на потом. Было страшно, и я откладывала. Ну, как ты не знаешь, с чего начать, а в итоге вот как раз пандемия сыграла на руку, что поскольку живые встречи были запрещены, все кафе закрыты, мы начали встречаться онлайн. И это оказалось так интересно, что в итоге ко мне сейчас на онлайн-встречи приходят участницы вообще со всего мира. То есть там, например, встреча бывает иногда полностью международная, пять человек, и каждый из какой-то своей страны. Вот. И помимо этого... Опять про новые возможности, правда? Да. И помимо этого у нас были встречи, как раз вот мы встречались с ведущими для такой самоподдержки. Поскольку такое... Есть ощущение, что, ну, я думаю, что и в пандемии вообще такой немного был сниженный эмоциональный фон у всех, мы вот как раз друг друга поддерживали в таких сложных состояниях. И я помню, что кто-то одна из нас написала, что вот я там, я хочу прожить, выйти из состояния хорошей девочки. Это когда пытаешься быть удобной для других в каких-то случаях, это уже, видимо, заложено где-то там... С детства. С детства, да. Будь хорошей, тогда всё будет хорошо. Да, ну или там надо быть, вот не причинять неудобства другим и прочее. И неважно ведь, что ты при этом себе, может быть, неудобства причиняешь, да, и где-то свои границы. То есть будь удобна и тогда, ну, там, продолжение может быть любое, да, у каждого будет какое-то своё убеждение, которое тебе заложили или учителя, или родители, или, может быть, где-то ты сам, глядя на то, что вот, смотри, вот эта отличница, да, вот её все любят, и я тоже хочу быть такой же или таким же, да, членом. Да, ну и вообще же там с детства это ребёнку закладывается, например, ребёнок не хочет делиться своей игрушкой в песочнице, разве ты жадина? Разве так дети поступают? А почему взрослым не предлагают поделиться мобильным телефоном? Разве ты жадина? Ну, то есть, вот мне кажется, такие установки детям заложены, и многим детям, по крайней мере, в нашем детстве, они так присутствовали. Присутствовали. Вот, и в итоге мы решили, что нам надо выгулить своих плохих девчонок, потому что хватит уже быть в каких-то аспектах жизни хорошими девочками. И у нас настолько, и мы устроили вечеринку плохих девчонок, это было очень весело, онлайн-вечеринку в Скайпе, и в итоге мы накидали массу практик, что с этим делать, как проработать. Мы пришли к тому, что не надо быть плохой девочкой, не надо быть хорошей девочкой, надо быть живой девочкой, то есть взрослой, потому что плохая и хорошая девочка, это такие аспекты детей. Это когда, что нас оценивают, или мы сами себя оцениваем, а когда ты взрослая, ты имеешь право сама выбирать свою реакцию, и поступать так или так, и ни перед кем не отчитываться, и не ждать чьей-то оценки, хорошо ты поступила или плохо. Вот, и мы в итоге пришли вот к тому, что... Практик очень много. Да, при помощи каких практик вытащить в себе вот эту живую девочку. Ну, сначала поисследовать, да, потому что ведь мы такие многогранные. Да, ну, то есть мы поисследовали хорошую девочку, в чём её плюсы и минусы для нас лично. Где для нас это ресурсно, где для нас это, наоборот, да, слишком затратно. Нужное слово вот как раз ресурсно. Поисследовали плохую девочку, как это всё сводится, что я могу быть разной и такой, и такой, и то, что меня оживляет. Вот буквально тоже недавно такое услышала, да, что какое моё дело жизни, да то, при котором ты чувствуешь себя живой, и вот это вот как вырастить в себе живую девочку и жить так, как тебе нравится, и получать от этого удовольствие, что бы ты ни делала. Вот это тоже такое было одним из аспектов вот этого, вот этих всех нарочеченных практик. В итоге у нас набралось очень много практик, и мы решили, что вот просто жалко, если они останутся вот, ну, где-то там растают в небытие. Да, или останутся только у вас в руках. Да, и мы решили их упаковать в воркбук. Воркбук — это рабочая тетрадь, вот как раз структурированные письменные практики, когда на каждой странице есть определённые схемы, вопросы, задания, и уже по ним человек может писать и прорабатывать, оценивать, отслеживать какие-то свои эмоции. У нас получилось почти 96 листов, вот этот получился толстый воркбук. То есть почти каждый, на три месяца каждый день можешь работать. Да, мы сделали месячную группу поддержки в Телеграме для тех, кто этот воркбук приобрёл, и, в общем-то, это был такой достаточно интересный опыт, а потом мы решили, что есть раз воркбук, есть вот онлайн-проект в его поддержку, почему бы нам ещё и не сделать игру, тем более игра, формат игры, он сейчас тоже очень активно заходит на рынок, становится очень популярным, потому что игры – это ещё один из аспектов прожить какие-то свои состояния, ну, то есть экологично для своей жизни, не внося изменения такие прям кардинальные в свою жизнь, прожить такие изменения. Да, примерить на себя и роль плохой девочки, и роль хорошая, а потом выбрать всё-таки, что ты живая, да, живая, чувствующая, понимающая и взрослая. Да, и всё это в процессе игры, да, вот тех самых психологических трансформационных игр, которые, в принципе, сейчас используются во всех сферах. Да. Отлично. И как вы назвали эту игру? Игра у нас называется так же, как воркбук – хорошая, плохая. Хороший – знак вопроса, плохая, разная, живая – знак восклицания. Угу. Отлично. И причём, я так полагаю, что это 18+, да, то есть как бы это время, когда… Для кого это рассчитана, эта игра? Ну, это не совсем 18+, ты знаешь, вот так интересно, я бы сказала, может быть, даже 16+. То есть там, ну, в этой игре нет ничего такого, что попадает за грань 18+, с точки зрения антимонопольного комитета. Вот. Это такой формат, когда можно пререшать какие-то свои… зайти с какой-то ситуацией, которую человек не может разрешить в жизни. Угу. Например, там, что вот постоянно кто-то из близких нарушает его границы личные, а он не может их отстоять в силу того, что человек близкий и не хочется обижать. Либо там, может быть, как-то человеку сложно говорить про деньги, да, там повышать стоимость своих услуг. Либо ещё какие-то вопросы, где человек руководствуется не тем, как ему будет лучше, а он руководствуется принципами не обидеть, не вылезти, быть удобным. Да, и что вот эти вот вопросы проработать можно вообще с любыми абсолютно запросами заходить, которые касаются вот как раз… Или там есть такой тоже термин синдром самозванца, да, когда человек вроде бы и достиг многого, но при этом он всё равно себя считает таким несостоявшимся, недостойным чего-то большего. И вот эти вот… Это тоже всё строится на установках, и вот это как раз проработка увидеть эти установки и возможность проиграть тут же в игре какие-то несвойственные прямо… несвойственные роли прямо в игре. Это важно. Можно проработать прямо на игре, прямо, я думаю, что изменения могут тут же начаться. Можно потом, когда это всё вот уже поймёшь, чем работать, со всем этим можно идти уже к специалисту, дальше к психологу. Мне кажется, что это вообще очень хорошая игра для психологов с точки зрения диагностики того, что происходит у их клиентов. Угу, отлично. То есть ещё один… Получается, что вот в этот период неопределённости, да, как я уже сказала, появляются новые возможности и новые проекты, то есть вы с помощью своих коллег, да, создали новую игру, новый инструмент, которым могут пользоваться как люди далёкие от психологии, да, и как специалисты, которые могут это использовать в плане диагностики. Ну, люди далёкие от психологии, сразу же я говорю, что всё равно со специалистом. То есть себе купить эту игру и поиграть дома – это не вариант. Вариант – это когда приходишь либо к профессиональному ведущему в группу, либо идёшь к психологу, который эту игру проводит, чтобы быстрее диагностировать, что там есть, потому что, мне кажется, через игру можно быстрее выйти на какие-то скрытые проблемы. То есть на те темы, которые можно решить, да? Да, да. Ну, а вот письменными практиками можно заниматься и без психолога, правильно понимаю, да? Да. Ну, то есть, опять же, надо смотреть, там есть определённые техники безопасности, которые нужно знать, чтобы ими заниматься. То есть если вы чувствуете, что с вами всё хорошо, что вы достаточно в таком адекватном, нормальном состоянии, то, да, если вы чувствуете, что где-то там у вас сбои, вы можете уйти в депрессию, то лучше, наверное, не стоит, и лучше идти к специалисту. Спасибо большое, Лена. Очень сегодня интересная у нас получилась программа. Это была программа «Практическая психология». В гостях Елена Соковнина, сертифицированный коуч, ведущая встречи с письменными практиками. Я желаю нам оставаться здоровыми живыми девочками. Ну и всем вам любви, счастья и здоровья. Надежда, спасибо большое. Всем хорошего дня. Практическая психология